Продолжается соревнование серии Гран-при И впереди у нас взрослые спортсмены Сейчас состоится произвольное катание среди спортивных пар Юка Кавагуч и Александр Смирнов будут кататься первыми Жан-дан-джан-хао, Пан-цин-тон-джан из Китая Вторыми и третьими И в обратной последовательности эти пары занимают места после короткой программы Есть кое-какой разрывчик между парами Безусловно, в произвольном катании любой такой разрыв можно покрыть Но сделать это будет трудно отстающим Но посмотрите сами На первом месте китайцы Шэнгсю Джао Хонгбо 75 баллов На 2 с лишним балла отстают немцы Алена Савченко и Робин Шалковы Еще на 3 с лишним балла отстают Мария Мухортова и Максим Траньков Далее на 1,5 балла с лишним отстают китайцы Фань Тонь Еще на 2 балла Джан-джань Ну и завершая эту таблицу с отставанием в 4 балла у Джан-джаней Ковагучи и Смирнов Таким образом получается, что Ковагучи и Смирнов отстают от лидеров на 13 баллов А этого очень-очень много В прекрасном настрое Мария Мухортова и Максим Траньков в этом сезоне Я имею ввиду не настроение от успехов или побед А именно настрое, которое им дает их тренер Олег Васильев На международной арене они одно за другой делают чистые короткие программы Благодаря чему оказываются в тройке призеров Это, конечно, очень хорошо Для них Борьба между немцами и китайцами Очень плотная И 2 балла Это, безусловно, справедливое наказание за то, что Роман Желкова плохо исполнил прыжок Здесь должно быть катание исключительно чистым Никаких ошибок не потерпит никто Только чистое катание приносит победу в такой мощной компании, как эта Тем сложнее будет задача у немцев в их новой произвольной программе Но, зная Спортивный характер некоторых персонажей Как, например, Алена Савченко Есть, конечно, подозрение, что сложности только придают ей дополнительных сил И ее команде Инга Штояру Инга Штояру И Робину Желковы Сам Инга Штояр Который Кстати Является чемпионом Мира Чемпионом мира В парном катании Которым он стал Вместе с Манди Вёцель В финале Гран-при, конечно же, тоже принимал участие Но, по-моему, не выигрывал Сейчас вот если залезть А, пардон Обманываю Обманываю Зрителей Выигрывал В сезоне 96-97 годов Они стали победителями на турнире в Гамильтоне Это как раз был первый турнир, который транслировал канал НТВ+, только-только образовавшийся К тому моменту они уже были еще и бронзовыми призерами этого соревнования И затем на следующий год стали серебряными призерами Субтитры создавал DimaTorzok